Ребята, всем привет! Вещалик на связи. Блин, вышел на улицу, что-то прям прохладно, не по погоде. Я оделся, не знаю, на дальнем фоне, наверное, видите, все в куртках ходят. Но ничего, я буду двигаться. Согреемся сейчас. Мои ставочки согреют не только вас, но и меня. Кстати, в Ютубе, наконец-таки, отличная полоса. Лига Европы, Лига Конференции, четверг, в двух видео, очень шикарно. Приходим еще 8 ставок, прошли только 2,5 минуса. Так что я доволен этим днем. Ну и надеюсь, что выходные эти будут такими же хорошими, как и прошлые. Потому что за прошлую субботу и воскресенье очень хороший плюс к банку я сделал. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ваша поддержка, как обычно, максимально нужна. Дополнительные ставочки будут у меня в Телеграм-канале. Потому что здесь только часть ставок. И остальные я просто вставляю в Телеге. Там все бесплатно. Там и лайв ставки есть, и премач, и чат наш замечательный. В общем, залетайте. Вся основная движуха в Телеграме. Ссылку в описании найдете. Итак, матч из субботы. Начнем с поединка. Какого поединка-то? Ну, давайте-ка начнем с Майнца Фрайбурга. Майнца Фрайбурга. Здесь я разобрал угловые. И Майнца очень много угловых в этом сезоне зарабатывает. Вообще, команда неплохо смотрится. Они 5 угловых заработали на выезде против Оффенхайма в прошлом туре. 7 с Гройтерфюртой Бохомом. 5 даже с Лейпцигом. То есть, не меньше 5 в этом сезоне. А Фрайбург, та команда, которая очень часто любит отдавать территорию мяч, особенно играя на выезде. И Армения против них заработала 4 угловых. Но Штутгарт 8, а Дортмунд и вовсе 10. Поэтому я ставку. Угловые Майнца больше 4,5. Коэффициент 1,72. 3200 рублей я ставлю. Ланс играет в Уцелилии. Как по мне, очень валовая ставка у меня на этот поединок. Ланс очень хорош в этом сезоне. Ну, для тех, кто не в теме. Ланс это невероятная результативная команда. Играет в открытый футбол. Кучу уголов забивают, пропускают. И в этом сезоне они вообще, кстати, еще и не проиграли никому. То есть, и по результатам неплохо смотрятся 5 матчей без поражений. Более того, в 4-х матчах подряд Ланс забивает минимум 2 гола. В прошлом туре они Бордот 2-3 переиграли. Сыграли 2 Слориана. Монако на выезде 0-2. Победили до 2 с Сент-Этьеном. 1-1 с Реном. Очень результативная команда. 4-5 матчей. Обе забьют. Тоже залетает. Лиль теперь играет на 2 фронта в Лиге Чемпионов. Неплохой матч провели. Заслужили победу над Ульзагом. Не победили. Сыграли 0-0. Но потратили силы. Это явно будет им не в плюс. Применительно к этому матчу. И в прошлом туре еще и уступили 2-1 Лориану. На выезде также мы знаем, что вообще Лиль в этом сезоне не лучшим образом выступает. 0-4 Ницц. Они сгорели. 3-3 сыграли с Меццем. И вообще в чемпионате Франции у Лили в трех матчах подряд обе забьют проходят. Во всех пяти матчах этого сезона Лиль пропускал. Поэтому здесь у меня очень, как по мне, неплохие ставки. 3 300 рублей я разделил на 2 ставки. 1 800 рублей на индивидуальный тот у Ланса больше одного за коэффициент 1.70. 1 500 рублей на обе забьют за коэффициент 1.91. И угловые Лансы, естественно, рассматриваю. Потому что подуставший Лили после Лиги Чемпионов играет тем более на выезде. Я думаю, что будет давать инициативу Лансу. Ну, Ланс сам заберет эту инициативу. Потому что команда старается играть в такой же манере. Тем более в родных стенах. Им не важно, там, Лиль против них или кто-то другой. И Ланс в этом сезоне много угловых зарабатывал. 7 против Бордо. 8 против Лориана. Только против Монако. 3. Но там, во-первых, 0-2 выиграли. Во-вторых, на выезде играли. Но в то же самое время 7 с Сент-Этьеном и 9 угловых против Рена. В 4 из 5 матчах этого сезона минимум 7 угловых Ланс зарабатывает. А соперники Лили немало угловых зарабатывают в этом сезоне. Даже Монпелье и Мец по 4 угловых. С Сент-Этьеном 5, Ницей и вовсе 7. Еще и победил их 0-4. В прошлом сезоне Ланс дома против Лили 5 угловых заработал. Так что моя ставка угловые Лансы больше 4. Коэффициент 1.68. 3 тысячи 300 рублей оставлю. Ахмат играет против Краснодара. Ахмат в прошлом туре уступил 3-1 Зениту на выезде. Но дома, мы знаем, в Грозного команда традиционно сильна. И, в общем-то, обыграли последние 2-1. Домашние матчи 2-1 Тульский Арсенал в скандальном поединке. 2-1 Динамо также победили. Во всех трех домашних матчах этого сезона у Ахмата обе забьют ставки проходят. И в 6-7 матчах этого сезона тоже ОЗ залетает. Краснодара, понятное дело, команда результативная. Они 1-1 сыграли в прошлом туре против Ростова. Причем в меньшинстве отыгрались. Криховик получил красную, не сыграли в этом поединке. Также будут отсутствовать Вильена и Вандерсон. Это важные потери для гостей. Ну, что сказать про Краснодар? Как обычно, беспорядок в обороне. И старты минуты матча против Ростова тоже это продемонстрировали. В 5-6 матчах этого сезона у Краснодара ОЗ ставка проходит. Пропускает тоже почти в каждом поединке. И, что интересно, Ахмат в прошлом сезоне просто уничтожал Краснодар. 0-5 на выезде. Причем абсолютно заслуженный исход матча. Ахмат в одну калитку там раскатывал Краснодар и на выезде победил. И дома тоже они 2-0. Краснодар переиграли в первом туре. Тоже по делу. Поэтому моя ставка не дали тут Лохмата. Больше науковисцент 1.79. 3-3 тысячи рублей оставлю. Уфа играет против Химки. Я здесь тоже жду голы. Смотрите, команды, которые борются в этом сезоне за выживание. У Химок тоже. Там уже давно побед нет. Уфа, понятное дело, тоже не впечатляет по результатам. Я думаю, что друг против друга будет заруба. Уфа против таких команд, тем более играя дома, старается действовать в открытой манере. Химки тоже в этом сезоне частенько не закрываются. Ну и поэтому результативный матч у тех и у других. Уфа в прошлом туре 3-1 уступила Сочи. 1-2 проиграли крыльям Советов, но в то же самое время дома сыграли 1-1 с Локомотивом и Зенитом. В шести матчах подряд, во всех матчах последних у Уфы обе забьют, ставка проходит. Химки в этом смысле тоже очень результативно. Они 3-1 уступили Спартаку. 1-1 сыграли с Нижним Новгородом и Рубином. В трех матчах подряд обе забьют, у Химок залетает. И в личных встречах, слушайте, я ухожу от них, они ко мне бегут. И в двух личных встречах прошлого сезона Химки переиграли Уфу 1-2 на выезде 2-1 дома. Но обе забьют, ставка тоже проходила. Поэтому моя ставка обе забьют. Коэффициент 2-0-7, 2700 рублей оставлю. Ну и последний матч это видео. Атлетика Мадрид играет против Атлетика Филипау. Мадрид проводил матч Лиги Чемпионов против Порту. Сыграли без зуба. Моментов вообще практически не создавали. Вообще Атлетика в этом сезоне мучается. Несмотря на то, что Гризман пришел в атаке, никакого практически конструктива нет. Моменты создаются с большим трудом. Поэтому победы Атлетика в этом сезоне вымучивают. 1-2 победили они Испаниола Сельту. 1-0 Эльчи. То есть минимально с разницей в один гол. И 2-2 сыграли с Виллереалом. Бильбао в свою очередь в этом сезоне тоже не проигрывает. Кстати, 0-0 Сельчи. 1-1 дома с Барса, где просто насиловали Барселону все 90 минут. И Барса там отскочила. Последние двух матчей в Баске вовсе одержат победу. 0-1 на выезде Сельту победили. И 2-0 Мальорку. В прошлом сезоне команды обменялись победами. Дома Бильбао победил 2-1. В Мадриде Атлетик оказался сильнее тоже с таким же счетом. И мне кажется, что в этом матче, если хозяевы победят, то снова максимум с разницей в один гол. Тем более, что опять же, они полустали, играя в Лиге Чемпионов. Поэтому моя ставка 4-1 на Атлетик Бильбао. Коэффициент 1-70, 2900 рублей оставлю. А еще я решил рассмотреть угловые Атлетика. Потому что в этом сезоне Баске зарабатывают очень много угловых. 7 угловых против Мальорки. 4 против Сельты. 13 угловых Атлетик заработал против Барселоны. И 8 против Эльчи. Соперники Атлетика не всегда много угловых зарабатывают. Тут Валериал вообще не заработал. Эльчи 1, Сельта 2. Но Эльчи Сельта это вообще низовая команда по угловым. Но в прошлом туре Испанел дома против Матрасников заработал целых 6 угловых. И 4 личных встреч подряд. Баске матч против Матрасников зарабатывает минимум 4 угловых. Так что моя ставка. Угловые Атлетика Бильбао больше 3,5. Коэффициент 1,67. 2,900 рублей оставлю. Ребят, ставки дня в этом видео на матч Ланс-Лиль. Индивидуально тут у Ланса больше 1 за коэффициент 1,70. И угловые Ланса больше 3 за коэффициент 1,68. Я считаю, что ставки довольно надежные. Естественно, даже надежные ставки порой не проходят. Поэтому мне интересно почитать в комментариях ваше мнение. Что для вас является ставка дня в этом видео. Пишите свои варианты. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И переходите в Telegram с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Успехов вам! И увидимся в следующих видео.